Ребята, всем доброе крымское утро. Проснулись и решили ехать сейчас на тропу Голинцына. Потому что у нас баня на пол первого забронирована. Мы решили по-бырому сейчас до нового света доехать, чтобы в бане можно было уже сидеть с креветками и с пивом. Ночью было очень холодно. Сумасшедший ветер, я думал, у нас дом снесет. Так трясло его, просто пипец. Сейчас на утро. Утром солнышко, ни тучки, ни облачка. Ветерка практически нет, но прикольно. Сегодня хорошая погода. Скала Сокол, 573 метра над уровнем моря. Ребят, 4 минуты нервной езды по очень узким дорожкам. И мы уже, в принципе, в новом свете возле дома-музея Голицына, музей винной и виноградства. Вон он, я так понимаю, где-то там. А нам нужна тропа Голицына. Все, идем. Смотрите, какая гора. Это же это Сокол, по-моему. Что-то мы не можем найти эту тропу. Надо Сусанину отрубить ногу, наверное. Вот этот дом, который мы видели с нашего Бериндея с красной крышей. Смотрите, какой вид открывается. А Бериндея наша где-то вот там, на том выступе. Где-то там, да. Это новый свет, ребят. А как на тропу Голицына пройти? Мы посмотрели по карте где-то вот прямо туда. Да? В общем, там где-то спустой. Спасибо. Мы тоже туда пытаемся выйти. Вот это вот здание называется Бутик Винтаж Отель. Вот такой прикольненький, симпатичный. Короче, узнал, как на тропу Голицына выйти, на ресепшене. И спросил, чё почём сейчас номера. Без вида на бухту 3500 сутки, с видом на бухту 4500. Ну всё, вроде нашли начало тропы. Там на заборе было так незаметно написано, тропа Голицына. Фух. Если это такое хорошее популярное место, достопримечательность, ну где-то надо побольше вывесок со стрелочками рисовать. Я так считаю. И сейчас будем идти вот под над морем. Я так понимаю, что сюда с обохраняем природная территория. Новый свет. Наверное. Оно. Новый свет запрещается. Костры курить. Пешеходный турецкий маршрут Тропа Голицына. Погнали, ребят. Отклонение от маршрута может быть опасным для жизни. Страв за нарушение режима 4000 рублей. Мыс Капчик. Разбойничная бухта. Грот Голицына. Можжевеловая роща. У нас будет на пути, если мы всю тропу пройдем. У нас стрелочки красненькие. Что, давай посидим, отдохнем. А чем она знаменита, тропа? Это он здесь, этот, кто он там, князь или кто он был? Гулял здесь, что ли, по ней? Протоптал он её. Начинается. Первая локация. Войтасу сказал. Первая локация. Смотрите, где тут лавочки стоят. Две мусорки. Скала такая. На парус, похоже, наш парус. Ещё? Ещё ты? Не надо здесь не выйти. Остановись. Только ниже, нагибайся. Ещё ниже. Такая локация. Смотрите, выложен, как будто бы был кончик. Вид, в принципе, не изменился. Скала тут раз над нами возвышается. Тоже две лавочки. И сейчас будем потихонечку подниматься вверх. Наверх. Ой-ой-ой. Это опасно? Тут ещё и ходьба с препятствием. Надо обойди лужу, называется. Такие виды, да, симпатичные. Осторожно, камнепад. Смотрите, раз. Поворотик. Тут опять скалы. Вон там всё, кто-то ходит в жёлтой куртке. Там дальше, смотрите, что нам предстоит. Да, тут было прикольно летом искупаться. Видно сразу глубина огромная. Видите камень? Пеликан какой-то он сидит. Камень как глубоко находится. Какие-то гроты, скалы, я не знаю, что там опасно. Вот такой вид на открытое море. Раздевайся. Что прямо здесь? Конечно. То есть в бане нет, в доме нет, а здесь да, да? Нет. Что это за эти полочки для хранения вещей? А-а-а, я видел, по-моему, здесь, знаешь что, я видел видео, пацаны здесь. Кидали этот магнит поисковый, по-моему, сюда, а может не сюда. Колодец какой-то. Ну и что? Залазь на полку я тебя сфоткаю. Что это за прикол интересный? А, может тут вино хранилось или что? Да. Температура хранения, наверное, для вина тут подходящая. Ага, дырки какие-то. Давай крикнем. Это здесь говорили? Не кричите, а то эти летучие мыши налетят. И третья волна этого коронавируса начнется. Ребят, хотите третью волну коронавируса? Я сейчас крикну. Ребята, смотрите, какой вид открывается. Сейчас мы будем спускаться к морю. Потом опять лестница подымается. И хотим дойти до вот этой скалы. Я, наверное, дальше не пойду. Потому что время. Если бы у нас баня не была заказана на пол первого. Можно было, конечно, всю тропу пройти спокойно. Никуда не торопясь. А так? Она дальше идет наверх в горы. Она идет дальше не так много. Мы с капчика. Ну и все, тем более. Это мы с капчика вот этот? Вот до мы с капчика дойдем и пойдем обратно. Эх, если бы вчера был стрим. Если бы кто-то задонатил мне искупаться в одежде, без одежды. Я бы с удовольствием сейчас это сделал. Погодка сегодня шикарная. Шикардос. Интересно, сколько температуры воды. Я думаю, градусов 10, наверное. Ну, может чуть больше. Сфоткаешь меня возле вот этого дерева? Обязательно. Держи. Ребята, смотрите. Ну, мы не дошли. И, наверное, не дойдем до мыса капчика. Потому что это подниматься, подниматься, подниматься. Еще километр, не кажется. Вот здесь на мысе капчика постоим. Пофоткаемся. И, наверное, пойдем обратно. Потому что у нас через... Через сколько? Ты уже 15 раз сказал про эту баню. Ну, вот. Здесь 55. 11. Через полтора часа нам еще идти где-то час обратно. Фу. Смотрите, какая вода бирюзовая. Аккуратно только не упади. Я тебя прошу. Если упадешь, домой сегодня не приходи. Не, прикольно, 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 конечно. Стоит один раз как минимум пройти здесь. Возможно, даже до конца. Но, если Надя хочет все это объять необъятное... А ты бы не поднялся туда наверх. Ну, я... Поднялся бы и сдох. Да. Кабы сдох. Мы были где? Где-то вот там были. Пустились. К морю сейчас небольшой передых. А я хочу попробовать водичку на вкус. На цвет. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Холодная. О! Успел. Ну, чуть-чуть есть. Ну, холодная, конечно. Пазара нет. Вот. Йодом. Как эти водорослями йодом пахнет. Надо подышать. Даже мой... Мой беспонтовый нос. Даже чувствует он. Этот запах божественный. Зашли в чебуречную. Чебуреки с мясом... У тебя с сыром? С чем? С сыром и помидором. По 80 рублей. Но есть там и по 100. И прям их сразу при нас пожарили. Невозможно есть горячие. И пиво взяли рядом. Местная крымская. Местная крымская. Какая-то стоит литр. 300 рублей. Я не помню, как она называется. Белая скала. Белая скала. И Жигули. По... 180. По 180, да. Он мне вначале, я говорю, давайте одну белую скалу, два по литру Жигуля. 810. Значит, ничераси, что-то дорого. Он объяснил, сколько, что, почем стоит. Я говорю, нет, давайте два литра Жигуля. 360. Сейчас приедем домой, будем в баньке пробовать местное пиво. Ну все, мы дома. Баня через 15 минут. Надо успеть креветки сварить. Ребят, показываю вам быстрый способ сварить креветки. Берете чайник. Наливаете воды. Потому что вода быстрее в чайнике закипит, чем на печке. Тем более на такой. И ставите чайник сюда на печку. Лайфхак, ребят, небольшой. Брали креветки, когда они были заморожены, понятное дело. Сразу взяли такой термопакетик. Будем надеяться, что термопакет свою роль сыграл. Ну и креветки лежали все время уже сутки. Почти сутки в морозилке. Но что-то их трогаю. Не, они мягкие. Будем надеяться, что не пропали. Дальше берем, соответственно, продукт. Высыпаем в кастрюл. В кастрюл-маструл. Они такие, небольшой лёдик есть, я думаю, не пропали. Короче, высыпаем. Всё, высыпали. Сейчас берём, где-то приправа надо найти. Засыпаем приправкой. Заливаем закипяченной водой. Ставим быстренько на печку. Они готовы. Пять минут закипят и готово. Вот такая у нас приправа для креветок и морепродуктов. Чай, да, или ну, что-то скромничать. Весь пакетик высыпали. Уже чайник к этому времени почти закипел. Так, надо ещё не забыть чуть-чуть посолить их. Вот как раз чайника хватило, чтобы накрыть креветки с головой. Ставим это всё дело на печку. Ить, доводим до кипения. Ой-ёй, ой-ёй, ой-ёй-ёй-ёй. Доводим до кипения, выключаем, пять минут даём настояться. И всё. Кстати, соль. Соль на глаз попробую. Всё горит. Горит, всё нормально. Ну, я думаю, чтобы не пересолить. Всё. Закрыли с жаркой для души. Ебануться будет. Всем приятного аппетита. Ну, а пока наши креветочки закипают, давайте заценим местное жигулёвское пиво. Крымское. Да ничего, пойдёт. Вначале прямо оно сладкое, а потом послевкусие небольшая кислинка. Даже не горчинка, а кислинка. Ну, ничего, хорошее пиво, хорошее. Лайк. Всем рекомендую. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Крышечка. Раз, она тяжёлая. Ага. Открыли. Стянули. Поплавали. Прикрывайте, чтобы меньше остывало. Ага. Ваша кнопочка. Вот прям парит смотри. На которую можно нажимать. Вот первая, это от экрана первая. Ага. Это ваши бурбочки там будут. На другие кнопочки, пожалуйста, не нажимайте, потом стопьётся программа. А это батут, да? На всякие смыслы. Дух выпал. Какая красота. Ну и что там у нас получается. Да, понятно. Ваши салоны. Круто. Первая, 2-я. Деваночная. Вторая, 2-я. Туалет, душ. Ваша сауна. Ага. Круто. Супер. Алиса, пользу вас умеет? Нет. Алиса, милофон. Привет. А дай мне тебе тут. Милофон. Привет. Нет дни бухон. Ха-хахахахаха. Они будут не меняют, и сахвозят. Она пахнет такой стоялой водой. Ну не пей ее, главное. Все, ребята, дальше уже 18 плюс пошло. Как это все пройдет, я вам потом расскажу на стриме. Я не заливаю, что ты так заливаю. Ребята, я подумал, что тема джакузи не раскрыта до конца. Вот, смотрите, какой видон. Вода, я даже дома при такой температуре воде не купаюсь. Очень горячая вообще, очень горячая. Ну, это, я понимаю, скорее всего, ее тут не меняют. Поэтому такая температура, чтобы все бактерии убивались. Паша, здоровье, ребят. Ради этого стоит жить. Куда ты снимаешь? Вокруг. Да, около. Ты небо снимаешь. Да, перед смертью не надышишься. Короче, ребята, два часа пролетели, как один миг. Но, честно, я вам скажу, что не пожилел нисколечки, что мы 3 тысячи вдвоем заплатили по полторы. Вообще кайф. Такого вида я еще никогда не видел. А нас уже там внизу охранник ждет, чтобы нас выгнать. Все, баня закончилась. Я даже не знаю, что сегодня еще будем делать. Снимать буду, не буду. Ну, вечером у нас по плану стрим. Алиса, ты дура. Ты ставишь не то, что я тебя прошу. Сарказм, блядь. Ребя, до стрима еще часа 4, как минимум. Думаем, что делать, чем заниматься. Решили пройти чуть-чуть вот это вот скало обойти. Мы вчера были вот там, вот за скалой. До сюда не дошли. Сейчас скало обошли вот так вот раз. Смотрите, какой прекрасный небольшой пляжик. Вообще кайф. Блядь, был бы вчера донат, я бы сейчас, блядь, его бы исполнил с удовольствием. И в одежде, и без одежды, и без трусов, и в трусах. Не знаю, сейчас мы взяли с собой поесть, попить, посидим. И, блядь, может даже без доната придется это сделать. Там видно будет. Но вода прохладная, если честно. Но я еще никогда не открывал сезон купальный. 31 марта. Вот такой у нас ароматик. Сейчас покажу, что мы принесли. Ребят, ну вот, это будет вот так вот выглядеть. Бекончик, коньячок, водочка, пивко. Как их там назовем? Апельсины. Я думаю, за это стоит поставить лайк. И за такой вот вид, ребят. Ну, ребятушки, давайте выпьем на камеру. С вами. С ними. С вами. Ты сейчас камеру разобьешься. Что ты делаешь? Охуительно. Ошуительно ахоу. Только не на плед. Только не на меня. Только не у меня. Белый плед, ты видишь? Белый плед. Черный лед. Порастрежка. Сяся земли. А что с дикцией? Мужчина. Что-то у меня, я в бане уже так, шампанское, пиво, пиво, шампанское. Нормально. Нормально уже. Не вставайте передо мной ни на какие колени. Короче, ребят, посидели, отдохнули, поболтали. Воздухом свежим подышали. На сегодня мы закрываем эту серию. Завтра мы у нас двоякое впечатление. Либо едем домой, либо еще остаемся на сутки в Крыму. И поедем по побережью Крыма до Ялты. Скорее всего, наверное, так и по... Ну, 50 на 50. Короче, посмотрим. Так что, спасибо за просмотр. Поставьте большие пальчики вверх, если видео понравилось. Ну и до завтра. Завтра увидимся уже в новой серии.